короче сказали на камеру снимать нельзя ребят вот только что спустя три часа мне ее выгрузили да рис говно ребята всем привет сегодня 7 у нас 17 июля у нас такой короткий рейсик надо съездить века получается сейчас еду туда пустой и забираю оттуда металлическую какую-то хрень и везу ее сюда сегодня же домой поэтому будет короткое такое видео но интересное надеюсь вам понравится вот и мне тоже так что сейчас уже я на заправочке время утра не буду говорить сколько утра но утро так как я очень сильно тороплюсь немножечко поэтому никогда все в дороге если что-то буду рассказывать все в дороге а так сейчас все летим и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Время 8, доходит 8 утра На спидометре еду 90 Ребята, все отлично! Время, в пути успели, время без 5-10 Я уже успеваю на загрузку Так как все оговорено и меня там ждут Так что, ура! Доехали вовремя Время без 5-10 Все, и вот я подъезжаю На место загрузки Екатеринбург Экспо Ребят, все, время 10 Я на месте Вот, ребят, сижу, сейчас отвечаю на комментарии И пришел мне комментарий Читаю Владимиру из Озерска привет От канала Мандаль на бой 194 Так что, когда есть Свободная минутка, ребят Я обязательно захожу в комментарии И вот читаю ваши комментарии И отвечаю на них Потому что, бывает, не всегда есть время То, когда я в дороге То ли еще нам загрузка-выгрузка Вот такие вот моменты Поэтому, если сразу не отвечаю То, значит, мне просто, видимо, некогда ответить И я занят Вот, а так Спасибо за ваши комментарии Я очень рад Ну, а я жду загрузочку Сейчас, сказали, приедет кран Я стою вот У двадцать седьмых ворот На которых я был недавно Сказали, здесь же будут грузить Поэтому Жду Кран, будем грузиться Вот, ребят, заехал я уже на территорию В территорию Вот, кран такой приехал Сейчас вот будем загрузаться Сейчас вот задом припортуюсь И заеду в выход погрузки Короче, ребят, загрузили лопасть Но загрузили ее криво Видите Центр тяжести у нее там А должен быть здесь Поэтому сейчас будем перегружать Не успел снять Загрузку Вообще Было некогда Что-то туда-сюда В итоге сейчас перегрузим Такая, ребята, вот ситуация получается Не очень хорошая Колесо едет Передняя криво Машина едет вот так вот И, собственно, до этого дела-то никому нету На загрузке сказали Все, деньги уплачены И никто ничего не будет перегружать Туда, куда везу У них тоже сказали Мы вам деньги типа заплатили Все Вам погрузили И едьте Вот Поэтому такая ситуация Вроде бы стандартная Но не очень хорошая И как бы Как в ней поступить Вот А как поступить Можно, да Остановиться И за свой счет Как бы Перегрузить ее И Ехать дальше Вот И, соответственно, ситуация такая Стандартная Но Неприятная И Машину жалко Машина своя Едем криво Вот И Блин И Подводить людей неохота Потому что люди знакомые Подогнали мне этот груз И Просто сейчас Наездами говорить Что-то им Как бы Тоже Я оказываюсь неправ Вот Поэтому Остается вести Потихонечку Не торопясь И Только так Больше По-другому Никак Вот Ребят Как выглядит Сейчас Ман 9 тонн У него в кузове До кафе Доехал Сколько Наверное километров 50 Отъехал я Вот 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 У меня Он Выглядит Не Очень Сказать Так Хорошо Ресора Наверное Выправилась Она Лежит На Отбойнике Потихонечку Еду И Вроде Доезжаю И Вот Печально Конечно Но Потихоньку Еду Вот Хорошая погода Кафе Я наелся Ладно Еду Дальше Дальше Обибо Итак, ребята, итоги. Машина доехала до Челябинска, посадочка такая же низкая у нас, можем наблюдать, но нормально рессоры выдержали, машина доехала и что я хочу сказать, да, рейс говно, потому что загрузили криво и в общем и сегодня на выгрузку я не успел и уехать только завтра. Например, с утра на выгрузку, это опять дополнительные, можно сказать, какие-то, может, расходы, еще что-то как-то, вот, поэтому рейс оказался не очень, но в принципе самое главное, что машина нормально доехала и без каких-то косяков. Ну и что хочу сказать, это как бы еще не завершение, завтра после, с утра я, наверное, сниму вам эту выгрузку, коряво, ну, загрузили-то коряво, снять не успел, потому что все по-корявому было, все быстро. Вот, а выгрузку, наверное, сниму и будет уже точное окончание этого видео, так что завтра манчик поедет снова на выгрузку. Ну, а я пошел домой отдыхать, до завтра. Итак, ребята, время утра следующего дня, вот вчерашние съемочки, вот, я подъехал практически к БВК этому заводу, с контактным лицом созвонился, и он проведет меня туда на завод. Блин, не выспался, как обычно, как всегда, я не выспался. Время, ребят, уже 9 утра, но никакого пропуска нету на БВК, здесь КПП сидим, вот, поэтому сидим, ждем. Сижу я, жду, не, что, сиди, да, жди, ну, правда, время мое тикает, хотелось бы, конечно, пораньше отсюда свалить. Так, ребят, ну все, заехал я в цех, сейчас будем загружаться. Вот, все раз, ребята, показываю, такая лопасть, лопасть от винта, вот, если видно тут в темноте, вот эта лопасть от какого-то винта, наверное, большого корабля, не знаю. Все, сейчас ждем, вот здесь кран-балочка ездит, вот так вот, сейчас приедет и вытащит мне эту хрень, наконец-таки, поеду я отдыхать, я заппарил тоже с ней. Ребята, смотрите, как делают краны, корпус крана, его сначала отливают в такой вот станине, а потом, видимо, вырезают там как-то это все. Короче сказали, на камеру снимать нельзя, ребята, так что не получится показать вам выгрузку. Так, ребята, дали мне касочку, вот только что спустя 3 часа мне ее выгрузили. Ну вот, ребят, спустя 3 часа выгрузили мне эту, мне этот пропеллер Карлосона этого, так что еду я на выезд, поснимать там не получилось, потому что нельзя. Даже выдали каску, потому что без каски рядом стоять тоже нельзя, поэтому все удачно, все-таки выгрузились. Удачи, ребята на дорогах, кто смотрят меня, дальнобойщики, будьте аккуратнее, когда повезете такую же хрень. И всем спасибо, кто смотрел это видео, так что ставьте большие лайки за этот пропеллер, что Ман его привез, Ман молодец, Ман уже молодец. Ну и все остальное, смотрите новые видео, не пропускайте и подписывайтесь на канал. С вами был Ман Дальнобой 194, пока!